Здравствуйте! В эфире программа интервью дня на телеканале ТУВ-24. В студии Татьяна Рамазанова. Я представляю своего гостя. Данга Клиляна Досумовна, помощник прокурора республики по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. Здравствуйте! Добрый день! Каким образом проходит контроль за исполнением этих законов со стороны прокуратуры республики? Органы прокуратуры республики являются надзорным органом за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. Защита прав детей является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. Семейный кодекс Российской Федерации закрепляет основные права и обязанности родителей по воспитанию своих детей. Родители несут ответственность за надлежащее воспитание и нести ответственность за их развитие. Пренебрежение родительскими обязанностями влечет ответственность, установленную федеральным законодательством. Исполнение родительских обязанностей не должно выражаться пренебрежительным, грубым, жестоким, унижающим человеческое достоинство детей обращением, а также оскорблением и эксплуатацией детей. Все-таки прокуратура является надзорным органом. Какие именно организации отвечают именно за профилактику, за контроль за проблемными семьями? Федеральным законом номер 120 ФЗ об основах профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних определены субъекты профилактики. Это в первую очередь у нас образовательные организации, органы внутренних дел, подразделения по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних органов местного самоуправления, органы опеки и попечительства и иные органы, которые перечислены в указанном федеральном законе. То есть прокуратура, как надзорный орган, осуществляют проверки полноты, осуществления полномочий указанными субъектами профилактики. То есть это начиная с воспитателя детского сада и заканчивая правоохранительными органами. Вы можете привести какой-то пример. Допустим, ребенок приходит в детский сад, а у него синяк. Кто должен реагировать? В первую очередь воспитатель, который принял этого ребенка. В первую очередь воспитатель должен задать вопрос родителю, откуда синяк, в чем причина. Родитель должен пояснить. Пояснение родителя воспитатель должен проверить каким-либо образом. Спросить у второго родителя, либо родных, братьев, сестер, дошкольника. И убедиться в том, что эта травма получена просто в ходе игры, допустим. В ходе игры, например. Скажите, если родители отказываются отвечать на вопросы и говорят, мы не будем отвечать на вопросы воспитателя. В этом случае как будет проводиться? В этом случае воспитатель должен сообщить правоохранительные органы, в органы внутренних дел, либо в администрацию, в органы опеки и попечительства. И сообщить о том, что вот у ребенка пришел синяком, родитель отказывается объяснять причину возникновения данного телесного повреждения у ребенка. Тогда субъекты профилактики, которые мы перечислили, должны отработать по алгоритму действий и выяснить получение травмы ребенка. А если смотреть итоги работы за полгода 2022 года, какие итоги? По итогам первого полугодия 2022 года у нас в республике зарегистрировано 7 преступлений, связанных с жестоким обращением детей. Это уголовные дела по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию детей, связанные с жестоким обращением с детьми. А по сравнению с прошлым годом это больше или меньше? Ну, немножко больше. В прошлом году у нас было зарегистрировано 6 таких преступлений. А с чем вы это связываете? В основном, это основная причина, это неисполнение обязанностей родителями, которые злоупотребляют спиртными напитками, злоупотреблением алкоголем. Получается, что это ведь и недоработка надзорных органов на местах. Тут же может быть ПДН, комиссия по делам несовершеннолетних. Чья-то недоработка? Да, можно и сказать, что чья-то недоработка. В основном органы субъектов профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних по каждому сигналу совершения противоправных действий в отношении детей проводят соответствующие проверки, принимают решения о привлечении какой-либо ответственности родителей, которые нарушают закон. В случае неполноты исполнения полномочий соответствующими органами прокуратура республики незамедлительно реагирует на данные факты путем внесения представлений об устранении нарушений соответствующими должностному лицу и применения дисциплинарной ответственности к лицам, которые не исполняют свои функциональные обязанности. Граждане нашей республики стали ли более активными в отношении сообщений о том, что где-то на их взгляд проблема с ребенком, возможно жестокое обращение? То есть сами обращаются в прокуратуру, в надзорные органы, чтобы помочь? Анализ результатов поступающих обращений показывает, что в последнее время граждане очень активно используют свое право обращения, как путем направления письменных обращений, либо путем сообщения устных обращений на электронные адреса, путем использования госуслуг, портала госуслуг, либо направления сообщений в правоохранительные органы. В том числе органы прокуратуры анализируют, мониторят социальные сети на предмет выявления сообщений о фактах жестокого обращения с детьми. По каждому случаю сразу инициируются соответствующие проверки и принимаются решения в отношении родителей, которые нарушают права своих детей. Зачастую нужно усилить работу органов местного самоуправления. Как вы с ними работаете в кожунах республики? В органах местного самоуправления тоже органы прокуратуры республики тесно взаимодействуют с указанными органами. Имеются межведомственные рабочие группы, созданные для обеспечения законности в сфере защиты прав детей. Также на систематическом надзоре находятся вопросы исполнения полномочий комиссиями по делам несовершеннолетних при администрациях районов. Зачастую прокуроры районов выявляют нарушения в деятельности самих комиссий по делам несовершеннолетних. Неполнота принимаемых мер, неисполнение запланированных мероприятий, отсутствие контроля за исполнением тех или иных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. Вы сказали об уголовной ответственности. А есть ли ответственность административная? Да, кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность родителей за недалежащее воспитание своих детей. Это статья 5.35 кодекса об административных правонарушениях. За истекший период текущего года у нас в республике к административной ответственности привлечено около 2300 родителей, которые ненадлежащим образом исполняли свои родительские обязанности. Это на 20% больше показателей прошлого года. То есть это говорит о чем? О хорошей выявляемости? Да, говорит о том, что субъекты профилактики активно работают на данном направлении и принимают меры по привлечению нерадивых родителей к ответственности. Какая еще ответственность предусмотрена? Например, лишение родительских прав. Есть такое? Российским законодательством предусмотрена гражданская права и ответственность родителей. Это лишение родительских прав, ограничение в родительских правах, отобрание ребенка из условий, которые непосредственно угрожают жизни и здоровью ребенка. В республике ежегодно в среднем около 200 лиц судами лишаются родительских прав или ограничиваются в родительских правах в отношении более 300 детей. А потом они могут быть восстановлены в этих правах, если исправятся? Да, родители, которые встали на путь исправления, восстанавливаются в родительских правах. А какой процент таких родителей? Допустим, 200 лишены. Все ли они задумались о том, что им нужно бы вернуть своих детей? Процент таких детей небольшой. Примерно четверть родителей только решаются возвратить своих детей под свою опеку. По крайней мере, дети изъяты из опасной ситуации. Опасной ситуации, да. Большое спасибо, что нашли время, пришли в нашу студию. Я напоминаю, что это была программа интервью дня. И сегодня в студии о соблюдении законности в отношении детей и молодежи мы говорили с Дангак Лирианой Досумовной, помощником прокурора Республики Тыва по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. Еще раз спасибо и всего доброго. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok